Так, друзья, ну, вручили почетную грамоту мне. Вот такая вот почетная грамота. Награждается Авилов Юрий Александрович, электромонтерка Дактой сети электрослужбы ГУПСК Край Транс. Это городское унитарное предприятие Старопольского края. За высокий профессионализ, значительные успехи в организации и осуществлении пассажирских перевозок и в связи с профессиональным праздником День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Ну и директор ГУПСК Край Транс Фахериди. Значит, на территории предприятия съемки нежелательны. Они как бы не запрещены, но нежелательны. Ну, торжественную часть я снял. Сами понимаете, что там громкость не очень большая будет. Ну, вкратце я вам так скажу, что наградили работников значит, почетными грамотами. И также фотографии будут на доске почета. Им премия 2,5 тысячи. Ну, а всем остальным, включая меня, 2 тысячи, значит, премии перечислят на карточку. По подвижному составу. Значит, Фахериди наш директор был в Москве, беседовал с Володиным, с Югановым. Сказали, что будет обновляться старый подвижной состав на новый. И, в общем, нам пообещали в следующем году 45 троллейбусов. В общем-то, мы уже, конечно, как бы разочаровались, потому что обещают, обещают троллейбуса, а их нет. Но будем ждать в следующем году новые троллейбусы. Значит, кто там у нас еще был все-таки и присутствовал на торжественной части бывший директор Степанов, при котором наше предприятие стало муниципальным, было оно акционерное общество, и при котором пришло 54 тогда новых троллейбуса. Это в 2009-2010 году. Так, ну, а я дальше поехал. Значит, сейчас я к теще здесь забегу. Я не поеду, я здесь немного пройду. И потом уже я поеду домой, потом опять в поликлинику поеду, домой, потом опять на прием к врачу. В общем, какой-то окруженный сегодня день будет. Думал, по кругу проеду. Вот смотрите, какие дома. Зарплаты маленькие в Ставрополь, а дома какие. И это по всему Ставрополь. Так, дождик опять срывается. Думал, так, кружанусь, да, выеду отсюда. Практически там сзади меня улица Лениной заканчивается. Теперь смотрим академически. Вот с этой стороны. Это вообще механирологический диспансер. Здесь он и закончился. Ну, вот, конечно, первого маршрута. Ну, вроде бы, дел-то никаких, но я вам скажу, так похолодало. Наверное, сейчас я в девятый регион, это Карачаево-Черкесии. Заскочу домой, куртку другую одену. Я вам скажу, что так, в общем-то, даже и прохладно стало. Заодно по западному обходу проедем. Не, ну, сегодня можно снимать. Потому что солнца практически нет. Ну, что здесь зеленый горит, а мы все стоим. Это что-то пятница, самый такой противный день. Я его не переварю этот день. Но сегодня он хорош. Премиальные уже перечислили. Это удачные автобусы здесь. Кстати, вот в этом доме стоматология. Я же делал зубы в том году. И врач сейчас здесь, мой, принимает пациентов. Да, что-то я попал как-то нехорошо здесь. Надо было по Ленина поехать, да сразу машину в гараж поставить. В общем, сегодня везде побывал. Ну, зато заодно сейчас проедем по промышленному району здесь. Промышленный район у Сумы, наверное, самый многочисленный. Это промышленный район. И большой. Конкретно так дождик поливает, поливает. Ну, что-то в это время еще никаких пробок и не должно быть. Автомойка, сервис, шиномонтаж, автомагазин. Кстати, у кого машины есть? Корейские. Есть канал, Кеомастер. На ютубе его запросто найдете. И там иногда такие дельные советы. Человек дает и рассказывает. Всего, например, как обдуривают в этих автосалонах. Движок китайский стоит. Цепь со временем вытягивается. И как они дурят. В общем, провернуть, если бы, то цепь ослабевает. И они говорят вам, что надо заменить цепь. Но если чуть дальше провернуть, цепь опять натягивается. Ну, такой большой пробег. Там, кажется, 400 тысяч надо проехать. Ну, а я что? Я там, ну, максимум 10 тысяч я в год проезжаю, не больше. А бывает, что и меньше. Сейчас в последнее время я никуда не езжу. Только здесь по городу. Дальше дорога пустая. Вот здесь что-то непонятно. На перекрестке. Вот западный отход приозерного. Ну, я говорю, светофоры. Вот химичат светофоры. Переделывают их. И здесь вообще ничего не поймешь. В основном так стоим, если... Отключу я это. Кондиционер. Просто стекла запотевали. Пока посмотрел там, для интереса, что я тут наснимал. Так, вот здесь октановские заправки. Они как справа, так и слева. Центр восстановительной медицины и реабилитации. В общем, это где? Там хутор молочный был. Сейчас его уже нету давным-давно. Отдельная история про него рассказывать. И, в общем, туда можно проехать. Туда я ходил, я даже не помню, наверное, в конце 90-х годов там черемша росла, мы черемшу там с другом собирали. Больше этого не было. Столько лет прошло, вон, бывает, что в городе живешь и... В некоторых местах даже не бываешь, а может даже где и не был. Дальше дорога пустая. Ой, мне же еще в аптеку надо заехать. Давайте сейчас еще и в аптеку заеду. Покружимся еще немного. Ну, дождик поливает. Я скажу вам так, чтобы похолодало. Температура та же держится, 8 градусов, но похолодало. В осенней куртке даже не очень. Вот здесь что-то же реконструкцию делали. Вот с левой стороны у нас как раз получается шеходная дорожка, а с правой стороны велосипедная дорожка. Так, все нужно вот с этого района вот пройти сюда. Как раз и весь сквер находится. Ничего, дождик полупил. И Владимирская площадь. Так, включаем минутку на дворник. Пусть очищает. Перспективный, российский, диагностический. И диагностический еще надо. В общем, надо заниматься своим здоровьем. А, вот в чем дело. А дело в чем? А дело здесь в том, что здесь авария. Ничего себе, бампер оторвали. А тут вообще он залетел на бордюр. Пятничный подарок. Вот, диагностический. Ну, берите, вообще опасно ездят. Я уже как-то говорил, работа в Саврополе есть. Можно таксистам, мужикам работать. Работать довольно-таки сложно, потому что они не высыпаются. Ой, обделка, смотрите, как пошла. Какое-то здание красивое будет. Так, ну, это Рогожникова, с Рогожникова выезжает. Надеюсь, на шатер какой-то поставили. Ну, это был магнит-Опт сейчас, магнит-Экстра. Значит, еду в аптеку и все, на этом съемку заканчиваю, потому что, сами видите, что дождик поливает. Все, переехали. Смотрите, Volkswagen не стало, Hedon Motors. Куда не переехали? На Доватерсов 62 не переехали. Ну, а здесь уже проезжали. Здесь у нас автомойка. А после сегодняшнего дня придется машину мыть. И опять солнечный круг, небо вокруг. Опять Московская область, 50-й регион. Так, он сюда будет поворачивать. Мне все равно. Я поеду в аптеку, где афганский дом находится. Вот так кружусь, кружусь, кружусь по району. Уже сам закружился. Улица Пирогова. Вот эти дома тоже когда-нибудь попадут под программу капремонта. Да, мне написали, ремонт фасада это не капремонт. Ну, хоть так, хоть делают. У нас, кстати, в доме коммуникации все позаменили. Это еще несколько лет назад крышу делали. Ну, ну, только вот фасад надо сделать. Я скажу, что покрасили даже красиво. Так, опять четвертая горбольница. Опять троллейбус стоит. Так, сошел уже на 233-й. Выехала мне вот сюда надо. Здесь аптека хорошая есть. Она мне больше всех нравилась. Куплю себе лекарства. Дочке лекарства возьму тоже. Что-то бухикает, бухикает. Ну, кашель у нее. Мы же все переболели там. Вот здесь я вам не показывал. Вот смотрите, видите, павильончики такие сделали. Раньше здесь администрация всех гоняла. Сейчас павильончики сделали. Так, а я вот сюда. Мне шваптеку надо. Просто с машины поставлю. На заднюю скорость включаешь всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ